В якутском доме ребенка открылось отделение ухода и присмотра за тяжелобольными детьми. Палеотивное отделение, как правильнее его называть на профессиональном языке, рассчитано не только на воспитанников дома ребенка, но и всех детей с тяжелыми заболеваниями со всей республики. Подробности далее. Зинаида Попова работает с тяжелобольными детьми пятый год. Сегодня уже в качестве заведующего палеотивным отделением. Работа не из легких. Все пациенты неизлечимо больны. Но кто, если не мы, говорит молодой врач. Ребенкам обращаться, как к своим домашним детям, тогда они выздоравливают, тогда они улыбаются, тогда они, судороги, допустим, меньше становятся. Уход – это основная наша работа. В отделении лежат дети самых разных возрастов, от младенцев до 17-летних. У каждого своя история жизни и болезни. Но есть то, что всех их объединяет. Однажды диагноз прозвучал как приговор раз и навсегда. Сегодня большинство детей – это воспитанники дома ребенка. Однако услугами отделения могут воспользоваться и семьи со всех районов республики. Главная цель – помочь не только маленьким пациентам, но и родителям преодолеть трудности. В действительности, да, в какой-то определенный момент возникает эмоциональное выгорание у тех же родителей. И вот на какой-то определенный момент мы можем принять таких детей, чтобы родители прошли какую-то дополнительную психологическую поддержку, какое-то обучение по уходу за ребенком. Сейчас, как отмечают специалисты, наличие такого отделения – необходимость. Только в Якутске, в стационарах и в домашних условиях проходят лечение 60 тяжелобольных детей. Всем им нужен круглосуточный профессиональный уход. Палиативная помощь, она предназначена для очень тяжелых детей, на самом деле, да, для улучшения хотя бы или облегчения качества жизни детей. В скором времени в отделение должны поступить аппараты искусственной вентиляции легких. Министерство здравоохранения Республики обеспечило учреждение всем необходимым финансированием. Отделение палиативной медицинской помощи даст возможность многим детям и их родителям научиться продолжать жить, несмотря ни на что и вопреки всему. Сарглана Захарова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.